МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вовремя. С вами Татьяна Крачуна. Вот некоторые главные темы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отрицательная динамика поступлений в бюджет сохраняется. В правительстве обсуждают меры, которые помогут стабилизировать ситуацию. Защита от лихачей в Приднестровье работают над механизмом введения обязательного автострахования для иностранного транспорта. Как избежать банкротства? Государство старается защитить приднестровских мясопроизводителей. Преступность падает. Итоги работы подводят в подразделениях МВД. Прощание на 11 месяцев. Главную елку в Рыбнице начали демонтировать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Органы власти разработают механизмы, направленные на стабилизацию деятельности экономических агентов. Об этом сообщили в ходе первого в этом году заседания правительства. Ситуация вокруг республики оказывает негативное влияние на экономику. В то же время в Приднестровье удается сдерживать инфляцию. В Минфине говорят, что возможны задержки по выплате зарплат. Уже сейчас из-за сложной экономической ситуации есть текущая задолженность по выплате зарплаты за прошлый месяц. По республиканскому бюджету эта сумма достигла 33,5 миллионов рублей, а по местным бюджетам – более 29 миллионов. Согласно оперативным данным, на текущий момент доходную часть республиканского бюджета поступила 39 миллионов рублей, что на 51% меньше средств, полученных в аналогичном периоде прошлого года. Основной причиной снижения поступлений по доходам республиканского бюджета является значительное уменьшение платежей по таможенной пошлине и акцизному сбору на импортируемые товары. Так, за три недели января 2015 года в доход республиканского бюджета от данных видов платежей поступило 5 миллионов 436 тысяч рублей, что в 9,4 раза меньше аналогичного показателя 2014 года. По прогнозам Министерства экономического развития, отрицательная динамика сохранится. Объемы промышленного производства и внешний торговый оборот в январе-феврале могут сократиться на 13-15%. В связи с этим правительство приняло решение разработать механизмы, которые будут направлены на стабилизацию деятельности экономических агентов. В такой ситуации я думаю, что мы должны как-то комбинировать стабильные наши ресурсы, наши возможности для того, чтобы развивать внутренний рынок, чтобы работать, стабильные условия для их работы, стабилизации деятельности. Необходимо более жестко организирование внутри республики, для того, чтобы решения, которые принимают органы власти, у нас были более уверены, профессиональны и менее популистскими. Надо понимать, что в этих условиях ресурсов у республики крайне недостаточно, чтобы поддерживать отрасли прежних условий. Да, безусловно. При этом необходимо. И как раз мы об этом говорим, более тесное взаимодействие со всеми органами власти, с учетом реальных сегодняшних возможностей. На заседании правительства говорили и о положительных моментах. Благодаря регулированию тарифов на коммунальные услуги и цен на продовольственные товары, уровень инфляции по итогам прошлого года составил 0,98%. Это самый низкий показатель за всю историю Приднестровья, отметила Левтина Слинченко. Важно отметить, что за аналогичный период инфляция в Молдове составила 4,7%, на Украине почти 25%. Александр Логутин и Егор Бекерский, Первый Приднестровский телеканал. В Приднестровье работают над положением об обязательном автостраховании машин, которые зарегистрированы в других государствах. Проект соответствующего постановления рассмотрели в правительстве. Введение такого автострахования должно обеспечить защиту граждан республики, пострадавших в ДТП с участием транспортных средств, зарегистрированных за рубежом. При этом будет обеспечено возмещение причиненного им ущерба. С введением на территории ПМР обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, появится возможность обеспечения правовой защиты имущественных интересов граждан ПМР, урегулирования правовых отношений, возникающих между страховщиками, страхователями, третьими лицами и государством. Стоимость страхового полиса для владельцев легковых автомобилей, зарегистрированных за рубежом, с объемом двигателя до 2000 кубических сантиметров, на год составит около 30 долларов, на 15 дней – 5 долларов. Введение данной нормы – это общепринятая мировая практика. Она есть практически во всех странах мира. В настоящий момент действующая законодательство ПМР не содержит положений, которые бы обеспечили оперативное и полное возмещение вреда потерпевшим в ДТП. Можно сказать, что на практике отношения между виновниками ДТП и потерпевшими лежат вне правового поля. Сейчас при въезде в Украину или Молдову преднестровский автолюбитель должен обязательно приобрести страховку либо этих стран, либо Международный страховой полис. Она как-то наступает в страховой случай, и наш потенциал в данном случае владельцы транспорта обращается в страховую компанию, страховая компания отказывает в ему положенных выборах. Как вы говорите, они обращаются в органы судебные. Суд выносит решение о том, что страховая компания не обязана выплачивать, например, на юридическую причитающуюся ему суд, но за какой-то причине, что документы у этого преднестровского автовладельца были днестровские. И выходит, что когда купались в этот полис, этот документ не подходит. Когда нужно обеспечить этот документ, этот документ уже не подчеркнул. Сейчас Министерство иностранных дел пытается решить вопрос о выплатах по страховым полисам для застрахованного в зарубежном государстве преднестровского автотранспорта, которому причинен ущерб в результате ДТП. В правительстве поддержали положение о порядке обязательного автострахования машин, которые зарегистрированы в других государствах. В ближайшее время в рабочем порядке документ будет доработан с учетом замечаний Министерства иностранных дел, Комитета госбезопасности и Государственного таможенного комитета республики. Станислав Стоянов, Александр Логутин, Первый Приднестровский телеканал. В Приднестровье состоится перепись населения. Такое решение было принято на заседании правительства. Планируется, что соответствующие мероприятия пройдут с 14 по 25 октября этого года. Результаты переписи расскажут о численности и составе населения страны, а также станут базой для принятия управленческих решений в сфере государственной политики. Переписи подлежат все граждане Приднестровской Молдавской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в республиках. Независимо от того, находятся они на момент переписи в республике или временно выехали за границу, а также иностранные граждане, временно находящиеся в Приднестровской Молдавской Республике. Перепись населения по общепринятым нормам должна проводиться раз в 10 лет. Предыдущая в республике была проведена в 2004 году. В Верховном Совете сегодня прошло заседание Комитета по экономической политике, бюджету и финансам. Депутаты должны были рассмотреть витированные президентом положение закона о республиканском бюджете. Распоряжение главы государства, в котором указаны витированные нормы и дано обоснование, народные избранники рассматривать начали. Но всему документу внимания не уделили. Представители президента считают, что подобные действия депутатов не только нарушают регламент Верховного Совета, но и грозят серьезными последствиями. По трем пунктам из восьми депутаты так и не приступили к их рассмотрению, предложив перейти непосредственно к обсуждению дальнейших вопросов в повестке, оставив их в подвисшем состоянии. По нашему мнению, такая ситуация повлечет затягивание срока рассмотрения вета президента в дальнейшем, невозможность внесения на сессию рассмотрения вета по существу. И, в принципе, на неопределенное количество времени те нормы закона, которые президентом витированы, останутся в подвешенном состоянии. В Министерстве юстиции говорят, что действия депутатов являются прецедентом. До сих пор в практике рассмотрения вета президента Верховным Советом подобных случаев не было. В соответствии с Конституцией президент вправе витировать отдельные статьи финансового закона. И, воспользовавшись также в рамках Конституции своим правом, президент оформил в письменной форме, в форме распоряжения президента, основания к отклонению отдельных статей с закона о республиканском бюджете. В связи с чем депутаты обязаны были рассмотреть в полном объеме представленное им распоряжение президента и основания по отклонению каждой из статей закона о республиканском бюджете. Так как сегодня это произведено не было, нарушены были нормы регламента по порядку рассмотрения, в связи с чем данный вопрос не может быть вынесен на рассмотрение сессии Верховного Совета. Первое после новогоднего перерыва пленарное заседание парламента состоится 28 января. Андрей Малеван и Игорь Харламов, Первый Приднестровский телеканал. Как защитить приднестровских производителей мяса от демпинга со стороны соседних стран? То есть продажи товаров на наших рынках по ценам значительно ниже внутренних. Сейчас этот вопрос исключительно острый для фермеров республики. Дело в том, что аграрии Молдовы и Украины потеряли российский рынок, поэтому они готовы продавать и продают мясо по бросовым ценам. Часто себе в убыток, делая невыгодной реализацию в том числе и приднестровской продукции. А это грозит банкротством нашим агрофермам. Проблемы животноводов обсудили в Минсельхозе республики. Как только государство поднимет ввозные пошлины на мясо, приднестровские магазины начнут закупать местную продукцию. Так говорили фермеры еще год назад. Птицеводы даже увеличили производство, показывая, что они способны обеспечить все Приднестровье местным, качественным и недорогим куриным мясом. Его производство за год выросло на 25%. Произвели молока на 13% больше уровня прошлого года. Куриных яиц на 136% мы больше произвели. А вот реализация у нас с вами скота и птицы реализации 95,1. О чем это говорит? Что мы не можем выращенную продукцию двигать на наш рынок и какие-то есть торможения. Еще год назад приднестровская продукция была конкурентоспособной по сравнению с молдавскими и украинскими товарами. Ситуацию изменил обвал курса гривны и лея, а также потери нашими соседями российского рынка. Они зашли в кредиты. Они должны рассчитаться с банком, для того, чтобы не обанкротиться. Сдают по себестоимости. Потому что посмотрите, террас полибандеры полные молдавского мяса. А мясо подешевело. И то некуда его сдать. Потому что большой завоз идет с Молдавии. Это что, скрытые шутки? Это не скрытые. Это все мы знаем, что мы не имеем права на рынок выйти. Абсолютно. Наше мясо никому не нужно. И мы сидим, думаем, куда нам сейчас. Или вообще сокращать животноводство. Или сидеть в убытке. Чтобы помочь местным производителям встать на ноги и создать предпосылки для импортозамещения, государство пошло аграриям навстречу. Пошлины на мясо увеличены и составляют с Нового года не менее 2,5 долларов за килограмм. Поток иностранного мяса в нашу республику прекратился, говорят в таможенном комитете. Когда будет распродано мясо со складов, вырастет спрос на приднестровскую продукцию, рассчитывают производители. Иначе наших фермеров ждет банкротство. Сколько накопилось продукции, реализации как таковой нету. Неизвестно, когда это закончится. Нам нужно сегодня работать, развиваться и реализовать то, что имеем. А мы этого не можем делать. Работу перекупщиков также обсудили на совещании. До Нового года, то есть до повышения пошлин, они работали в идеальных условиях. Украинское и молдавское мясо упало в цене в полтора-два раза. А на нашем рынке, например, курятина подешевела всего на рубль. Такие данные приводит Госслужба статистики. Это позволяет прогнозировать, что вытеснение импорта не приведет к росту цен. Ведь наши производители готовы продавать мясо по нынешним ценам. Пересмотр вот этой таможенной пошлины ведь было для чего? Ввод более высоких пошлин все-таки создает более реальные условия для развития именно внутреннего бизнеса. Хотя пошлины повышены, иностранное мясо еще поступает в республику в большом количестве, говорят аграрии. Но теперь это не замороженные брикеты, как раньше, а животные, то есть живой вес. На их ввоз остались прежние, низкие пошлины. В Минсельхозе обещают изучить возможности местных животноводов. Если они, как и птицеводы, могут насытить местный рынок, специалисты будут рекомендовать повысить пошлины и наввозимых животных. Говорим о тех же свиней, которые заводятся на забой, у которых вес уже выше, допустим, 50 килограммов. Когда его увозят, это же понятно, что идет на забой, и попадает в торговую сеть. Вот мы об этой категории мяса говорим. В Минсельхозе подчеркивают ограничения, даже если они появятся, в любом случае не коснутся племенных животных и молодняка, который возится для выращивания на территории Приднестровья. Степан Бугаев, Тимофей Чекан, Первый Приднестровский. Шаг вперед к возвращению нормального функционирования Объединенной контрольной комиссии. Предложения по разблокированию повестки дня заседанию КК внесли сегодня представители Российской Федерации. Стороны взяли время для консультаций в рамках встречи субпредседателей Объединенной контрольной комиссии, которая запланирована с участием представителей ОБСЕ и Украины на следующий вторник. В первую очередь идет речь о тех предложениях, которые представители России представили как, скажем, компромиссный вариант возможности принять решения в рамках Объединенной контрольной комиссии. Речь о ситуации, связанной с передвижением граждан в зоне безопасности. И во втором вопросе речь идет о мониторинге постов в зоне безопасности непосредственно миротворческими механизмами, которые управляет Объединенная контрольная комиссия. Но, исходя из этого, мы реально видим, что и первый, и второй вопрос, которые могли бы позволить нам в дальнейшем плодотворно работать, они взаимосвязаны. И поэтому рассматривать один вопрос, где-то отрешен от другого, наверное, не стоит. По словам Олега Белякова, только в рамках повестки дня остаются нерассмотренными 33 доклада Объединенного командования. А статистика об изъятом в зоне безопасности оружия не рассматривается уже в течение целого года. Есть проблемы и с утверждением совместного плана работы совместных миротворческих сил. Если бы заседание комиссии на сегодняшний день было открыто, мы достаточно близко приблизились ко всем неразрешенным вопросам, добавил Олег Беляков. Резкое обострение ситуации на Украине стало главной темой на экстренном совещании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Представители американской стороны обвинили Россию в том, что она стремится окружить себя замороженными военными конфликтами, среди которых и Приднестровье. Москва настаивает на соблюдении минских договоренностей в Украине всеми сторонами. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН. Однако выступление Виталия Чуркина подверглось нападкам со стороны его американской коллеги Саманты Пауэр, которая заявила о прямой причастности России в эскалации конфликта на юго-востоке Украины с целью его последующего замораживания. Цель таких созданных Москвой кризисов одна – отколоть часть от соседней страны и создать там замороженный конфликт. Россия постоянно пытается глубже заморозить эти конфликты. Российский дипломат, в свою очередь, парировал выступления коллеги и высказался о роли Америки во всем происходящем. На протяжении всего украинского кризиса Соединенные Штаты играют деструктивную, а если называть вещи своими именами – подстрекательскую роль. После каждого визита на Украину высокопоставленных американских лиц киевские власти наращивают конфронтационность своих действий. И нынешняя военная эскалация чудесным образом совпала с посещением Киева командующим американских войск в Европе. Под замороженными конфликтами, которыми пытается окружить себя Россия, американская сторона имела в виду происходившие в разные времена военные действия в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. В свою очередь, Виталий Чуркин указал на четкий след оставленный США во всех ситуациях. Напомню, что конфликт в Приднестровье мог бы быть урегулирован еще в 2005 году, если бы в последний момент не вмешался Вашингтон, отговорив Кишинев от подписания уже готового соглашения. Абхазия и Южная Осетия не объявили бы о своей независимости, если бы в 2008 году не сорвался с нарезки безоговорочно поддерживаемый Вашингтоном неуравновешенной Саакашвили. Возвращаясь к ситуации на Украине, Виталий Чуркин отметил, его киевский коллега ни разу не высказался хотя бы без оскорблений в адрес жителей Юго-Востока страны. Российский дипломат заявил, только внутриполитический диалог между двумя сторонами может спасти Украину от раскола. С сегодняшнего дня изменилась схема движения трех маршрутных такси Террасполя. Пятерка, двадцатка и девятья теперь проезжают уже не по центральной площади, а по улице Карла Либнихта. Это первый пилотный проект переноса маршрутов, за ним последуют и другие, говорят в госадминистрации. Меняя схему движения общественного транспорта, столичные власти планируют снизить плотность движения в центре города. Наша основная задача разгрузить наш центр. Изменение состоит в том, что часть пути маршруток передвигается на один или два квартала, с улицы 25 октября на параллельные, Карла Либнихта или Карла Маркса. На первых порах это может доставить неудобства пассажирам, понимают в госадминистрации, но в результате обеспечит свободный проезд троллейбусов, основного городского общественного транспорта. Они за рублем гонятся, создают аварийные ситуации, подрезают углы, доводят до экстренного торможения. Наш транспорт справится с этим, легко справится, лишь бы меньше было препятствий. Вот посмотрите, вот видите, мы на данный момент на светофор раз, пожалуйста, выезжает впереди. И сейчас обратим внимание, где он остановится, в начале остановки или в конце остановки. Вот смотрите, раз, и в начале остановки, бац, и остановился. Если я сейчас подъезжаю сзади, куда мне такими габаритами припарковаться? 12 метров длины и 18 тонн машина, и как его объехать, и как встать? Водители этих маршрута говорят, что сегодня они потеряли часть пассажиров, из-за того, что теперь несколько кварталов микроавтобусы проезжают по новому, еще непривычному пути. Многие еще не знают. Многие довольны, многие недовольны. Ну, а вам лично как? Ты довольный? Нет, не очень. А почему? Ну, дороги не те, люди никто не знает. Нет, не слышали, что поменялся маршрут. Два месяца уже, говорят, вода. Редкие зембендары, поэтому как бы неизвестно. В принципе, не влияет, как бы не сказывается негативно. Удобств не причиняет. Думаю, нет, будет удобнее через центр. То есть, как было раньше? Да. Да, мне без разницы. Я все равно на конечность, с конечностью, на конечность. Так что... Чтобы разгрузить центр, власти города не только пересматривают маршруты, но и увеличивают пропускную способность улицы. Стихийные стоянки автомобилей на 25 октября не допускает ГАИ. Некоторое время назад появились соответствующие знаки. Чуть выше площади дорогу расширили, а это лучшее средство от пробок. Но такое строительство не везде возможно, говорят в госадминистрации. Наш центр находится как бутылочная. То есть, центр широкий. Выход на 25 октября, в сторону балки, если едем, сразу становится узким горловином. Маршрутные такси при прохождении по центральной улице 25 октября создавали неудобства транспортной артерии. То есть, постоянно были пробки. Очень много заторов. Поэтому было принято решение, чтобы на параллельной улице все-таки вывезти и дать немного свободы центральной улице. Все пересмотры маршрутов согласовывались с перевозчиками, чтобы те успели дополнительно оповестить пассажиров и чтобы изменения были удобны самим транспортным компаниям. Именно из-за таких согласований новые участки пути утвердили не с начала года, как планировалось, а только сегодня. Следующее несколько маршрутов планируется пересмотреть через полтора-два месяца. Степан Бугаев, Тимофей Чикан, Первый Приднестровский. Вопросы в сфере экономики, ЖКХ и здравоохранения обсудили в Дубосарах. Там на аппаратном совещании подвели итоги первого месяца этого года и обсудили планы на перспективу. Подробности далее. Первые дни 2015-го для Дубосар были непростыми. Из-за сложившейся внешнеэкономической ситуации район не получил трансферты из республиканского бюджета. Зарплата работникам бюджетной сферы выплачивает из собственных поступлений. Происходит это не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, отмечают в госадминистрации. Так, за декабрь из необходимых 6,5 миллионов удалось погасить лишь 1 миллион 800 тысяч рублей. С февраля в районе начнется реализация программы по замене приборов учета электроэнергии в бюджетных организациях. В первую очередь в учреждениях образования, отметила замглавы госадминистрации. Была программа заменения приборов учета электроэнергии в бюджетных организациях. Она начала работать с 2014 года. В течение 2014 года у нас совершенно относительно этой программы не было ни одного прибора учета. Давайте все-таки совместно вы отработаете программу с указанием, Игорь Юрьевич, количество адресности, необходимых дополнительных чтей и так далее. Но вы хотя бы должны мне это предоставить. У нас с прошлого года, с июля месяца поставок не было счетчиков. Сейчас пошли поставки. Как только я в первую очередь сказал, что бюджет нужно будет менять. Начинается новое. Там счетчиков около 70 штук. Продолжается в районе и озеленительная кампания. Высажено уже 174 сосны. Озеленители ждут минусовых температур, чтобы приступить к посадке елок. Параллельно идет вырубка сухостоя. Если мы производим демонтаж зеленых насаждений, мы должны однозначно осуществить вызывку. Пускай это будут какие-то низкие зеленые насаждения. Но там в любом случае мы должны произвести. Говорили на совещании и о реализации молочной продукции в неустановленных местах. Главный санитарный врач района предупредил. В соседней Молдове зарегистрирован случай заболевания сибирской язвой. В службу госнадзора ПМР уже направлено соответствующее письмо. Но без помощи сотрудников РОВД не обойтись. Было принято решение о проведении совместных рейдов с целью выявления нарушителей правил торговли. К ним будут применяться самые жесткие меры. В этом году в столице сохранилась тенденция сокращения общего количества правонарушений. В Террасполе на несколько процентов упал уровень преступности, а также сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Такая информация была озвучена на совещании по подведению итогов деятельности Главного управления внутренних дел города за минувший год. Всего за 2014 на территории Террасполя было зарегистрировано 1426 преступлений. Это более чем на 4,5% меньше, чем в 2013 году. На собрании также говорили о снижении количества особо тяжких преступлений. В целом улучшились показатели по линии уголовного розыска. Число таких преступлений, как убийства, грабежи, хищения и мошенничества сократилось. Почти в два раза меньше стало фактов регистрации незаконного ношения и хранения огнестрельного оружия, отметил руководитель столичного ГУВД. Высокий уровень раскрываемости громких преступлений отметил и министр внутренних дел республики. Действительно, показатели колоссальные. Самое, скажем так, большое количество громких преступлений, самый высокий процент раскрываемости по этим преступлениям, по тяжким, особо тяжким. Значит, хорошая работа оперсостава и других сотрудников, которые принимали участие в раскрите этих преступлений. Работа столичного УВД была признана удовлетворительной. Министр внутренних дел также отметил, на базе Тираспольского управления внутренних дел всегда проводятся самые сложные учения. В 2014-м оперативники успешно справились с возложенными на них задачами. Александр Богатый по материалам пресс-центра МВД. Тенденция к снижению преступлений на протяжении последних трех лет наблюдается и в Слободейском районе. Об этом говорили на совещании, посвященном подведению итогов деятельности управления Следственного комитета. Так, в минувшем году на территории района было зарегистрировано 555 преступлений, что на 60 меньше, чем в 2013-м. Особенно уделяли внимание особо тяжким преступлениям, делам, такие как убийства, грабежи, разбойные нападения, покушение на убийство и изнасилование. У нас, по-моему, единственный район, где вот эти особо тяжкие преступления раскрыты 100% раскрываемость. На собрании наметили и задачи на 2015 год. В приоритете по-прежнему остается снижение сроков расследования уголовных дел и повышение качества работы следователей. Последние хороводы вокруг елки и веселые конкурсы. Так, в Северной столице попрощались с зеленой красавицей и отправили Деда Мороза в отпуск. На закрытие главной новогодней елки побывала и наша съемочная группа. Самые главные зимние праздники закончились. Позади Новый год, Рождество и Старый Новый год. В Рыбнице сотни ребятишек пришли попрощаться с главной новогодней красавицей. Сегодня был веселый праздник, но с елочкой очень грустно обращаться. Елочка была очень красивая, и я думаю, что мы с ней встретимся в Новом году. Я люблю праздник Новый год, и когда он заканчивается, у меня становится грустно. Я с терпением буду ждать нового праздника, чтобы опять водить хороводы, играть в игры. Последние хороводы вокруг елки и веселые конкурсы. Вместе со сказочными персонажами дети от души повеселились, несмотря на погоду. И вот вместо волшебных раз-два-три елочка гори, Дед Мороз собрал волшебный мешок «Все огоньки» с новогодней елки. Новогодние праздники уже позади, но тем не менее за «Снегурочка» у нас еще очень много работы. Это подготовка к следующему Новому году. Всех с прошедшими праздниками. Будьте счастливы в Новом году. В ближайшие дни новогоднюю елку демонтируют и отправят на хранение до следующих праздников. В Рыбнице прошел городской тур фестиваля «Наследники Победы». Мероприятие проводится в рамках подготовки к празднованию 70-летия Великой Победы. Сегодня в вокале, художественном слове и хореографии состязались ученики школ района. На фестивале коллектив школы «Села Красненькое» представил литературно-музыкальную композицию. Для них Великая Отечественная война, фронт, отвага – далекие и незнакомые слова. Но в каждой строчке, в каждом движении ребята показали – они настоящие наследники Великой Победы. Я выбрала отрывок из поэмы Ольги Бергольц «Февральский дневник». Мне очень понравилось это стихотворение. Оно рассказывает о том, что было раньше, как жили люди. У меня братья дедушка был ветераном войны, и он постоянно рассказывал, что творилось. Я это все представляла, и очень трогает это за душу. Ну вот, как жили дети, как было страшно всем на этой войне. Литературно-музыкальная композиция, хореографическая постановка, военно-патриотическая песня и художественное слово. Жюри учитывает все – выразительное чтение, артистизм и умение двигаться на сцене. Дети войны, мы детства не знали, ужас тех лет от бомбежих глазах. Страхи мы жили, не всем жевали. Горечь полы и сищать на губах. Фестиваль «Наследники Победы» проводится в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего на конкурс заявлено более 25 организаций образования. Цель данного фестиваля – это патриотизм, воспитание патриотических чувств и воспитание готовности к общественно-полежной жизни нашей республики и города. Данный фестиваль проходит в два дня. Сегодня у нас районные школы и завтра у нас городские школы. Победители муниципального тура 16 февраля будут представлять город и район уже на республиканском туре фестиваля, который в этом году пройдет в Рыбнице. Героев его произведений дети знают Сколыбели. Его стихами признаются в любви. В этом году исполнится 216 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В память о великом поэте ученики детской музыкальной школы имени Чайковского представили спектакль с известными всем героями сказок. Александр Сергеевич Пушкин – русский поэт, драматург и прозаик. Один из создателей современного русского языка. Его сказки дети знают Сколыбели. Но что будет, если современную маленькую девочку отправить в путешествие, где она сможет познакомиться со всеми героями его произведений? В каждом, конечно, нашем представлении, оно проходит каждое. Перед каждым Новым годом я преследую какую-то определенную воспитательно-театральную роль. Потому что дети должны уметь себя почувствовать в различных ролях, уметь себя преподать, уметь говорить красиво, выразительно и грамотно. Вот это для меня самое важное. Как бы я была царицей, я бы на весь крещеный мир. Здесь и три девицы под окном, и золотая рыбка, исполняющая желания, царь Салтан. Все они перемешались и стали частью путешествия маленькой девочки. Она затерялась в сказках. Помогает ей выбраться ученый кот. Я должна донести красоту сказки, то, что она придает волшебство нашей жизни, и она украшает ее. И то, что без сказки у нас не существует ни детства, то, что сказка сопровождает нашу всю жизнь. В спектакле звучит музыка Глинки, Римского, Корсакова, Сверидова и, конечно же, Чайковского. Дети не только прекрасно справляются со своими ролями. Они играют также на музыкальных инструментах, танцуют. А самое главное, каждый из них отлично чувствует своего героя. Пушкин был веселым человеком, который любил блестяшки и любил няню больше, чем всех остальных. Подобные спектакли позволяют детям лучше познакомиться с творчеством поэта, проникнуться характером его героев и с самого детства приобрести не только музыкальные, но и актерские навыки. Анна Шерпал, Александр Чабан, Первый Приднестровский. Это были главные новости. Все наши материалы вы можете просмотреть на сайте нашего телеканала. А прямо сейчас о погоде на завтра. Субтитры создавал DimaTorzok В нашей республике, по прогнозу Гидрометцентра, ожидается облачная погода, местами туманы, морозь, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. Температура воздуха по северу республики ночью 0, плюс 2, днем плюс 2, плюс 4. В столице ночью от плюс 1 до плюс 3 градусов, днем плюс 3, плюс 5. В последующие сутки погода без существенных осадков, небольшое повышение температуры воздуха. Спонсор метеовыпуска – сеть магазинов бытовой техники «Хай-Тек». «Хай-Тек мебель» в центре Террасполя. Удобные диваны, стильные шкафы, изящные спальни, матрасы и многое другое. Только в «Хай-Тек мебель» скидка на весь ассортимент 10%. Таким был этот день. Развитие событий узнаем уже завтра. Как всегда, вовремя. Хорошего вечера. Продолжение следует... Продолжение следует...